В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Сегодня президент Ильхамалиев принял вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука. В этом году будут обсуждены как традиционные, так и потенциальные направления сотрудничества, в том числе дальнейшее увеличение объемов торговли и услуг, будут определены новые сферы взаимодействия. Глава государства выразил уверенность, что в рамках визита Алексея Оверчука в нашу страну будут обсуждены вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, в первую очередь, вопросы разблокирования транспортно-коммуникационных линий. Президент Ильхамалиев отметил, что в связи с этим на территории Азербайджана уже построена 60-километровая часть железной дороги, строительство будет завершено в следующем году. Работы, связанные с автомобильной дорогой, ведутся азербайджанской стороной в полном соответствии с графиком. К сожалению, никакой работы со стороны Армении в связи с этим не начато. Армения даже не переделала координаты предполагаемого маршрута автомобильной дороги через свою территорию. Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно поднимал этот вопрос, с армянской стороны не последовало никакого ответа по этому поводу. Алексей Аберчук с удовлетворением отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Гость подчеркнул важность декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией, подписанной президентами Азербайджана и России. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, транзитной, логистической, финансовой, банковской, энергетической, нефтегазовой сферах. Президент Ильхам Алиев принял сегодня директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге. В ходе встречи президент Ильхам Алиев отметил плодотворное сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном, поблагодарил за постоянную поддержку нашей страны в борьбе с коронавирусом, подчеркнув ценность рекомендаций организации для нас. Ситуация с COVID-19 в Азербайджане очень положительная. В результате принятых мер в сложный период пандемии ситуация была под контролем, сказал глава государства. Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, приступивших к вакцинации, что до сих пор использовано более 13 миллионов вакцин, отметил, что этот процесс был встречен у нас с пониманием, что является примером доверия граждан в проводимой государственной политике. Коснувшись постепенного снятия ограничений в связи с пандемией, которых осталось очень мало и к которым общественность относится с пониманием, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживал деятельность ВОЗ в связи с пандемией и напомнил, что во время выступления как в движении «Присоединение», так и в Генассамблее ООН подчеркнул роль организации в борьбе с коронавирусом. Государство предприняло необходимые меры для устранения социально-экономических проблем, вызванных пандемией, и сейчас ситуация в этой сфере стабильна, сказал глава государства. Гость передал президенту Ильхам Алиеву приветствие гендиректора ВОЗ Тедреса Аданома Гейбриэйсуса. Глава государства выразил признательность за приветствие и передал свои приветствия генеральному директору организации. Отметив, что это его первый визит в Азербайджан в качестве директора Европейского регионального бюро ВОЗ, и этот визит важен в связи с 30-летием партнерства между Азербайджаном и ООН, Ханс Клюгель сказал, «Я высоко ценю ваше глобальное лидерство международной дипломатии и от души поздравляю вас по этому случаю. Ваша значимая деятельность для устойчивого развития очень важна, потому что именно благодаря вашему личному лидерству пропагандировалась международная среда в борьбе против пандемии COVID-19, и этот вопрос стал основным в повестке дня крупнейшей после ООН Международной организации мира движения «Неприсоединение». Гость оценил продление на год председательства Азербайджана в движении «Неприсоединение» как показатель доверия главе государства и поздравил его с этим событием. Ханс Клюге подчеркнул очень успешное сотрудничество с Азербайджаном, отметив, что руководимая им организация в пресс приложит все усилия для дальнейшего сотрудничества. Коснувшись онлайн-саммита контактной группы движения «Неприсоединение», организованного в мае 2020 года по инициативе президента Иргама Алиева в качестве председателя организации и посвященного борьбе с коронавирусом, господь черкнул, что благодаря именно руководству президента Азербайджана на саммите была высоко оценена роль ВОЗ и поблагодарил нашу страну за создание базы данных о гуманитарных и медицинских потребностях и представления через ВОЗ 10 миллионов долларов 10 наиболее пострадавшим от COVID-странам. Ханс Генрик Клюге отметил специальную сессию Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, инициированную и проведенной под руководством главы нашего государства, подчеркнул, что президент Иргама Алиев является инициатором резолюции о справедливом и равном распределении вакцин в рамках Совета по правам человека ООН, а также в Генассамблеи этой организации и внесении Азербайджанам вопроса о борьбе с COVID-19 в повестку дня саммита в рамках Тюркского совета. Гость высоко оценил меры Азербайджана по борьбе с COVID-19 на национальном уровне, отметив, что ситуация с коронавирусом в Азербайджане постоянно отслеживается и государство принимает необходимые последовательные меры, отметил успешную политику вакцинации в нашей стране и сказал, что Всемирная организация здравоохранения намеренно продолжит сотрудничество с Азербайджаном. Отметив, что организация готова внести непосредственный вклад в проводимые в стране реформы в системе здравоохранения, Ханс Клюге выразил удовлетворение, осуществляемые мерами по созданию цифровых и электронных систем здравоохранения сообщил, что ВОЗ готова внести свой вклад в создание системы здравоохранения на освобожденных территориях Азербайджана, в Карабахе и восточном Зангизуре, в частности в области цифровой системы здравоохранения и тесной сотрудничества с нашей страной. Ханс Клюге подчеркнул, что Азербайджан в рангах сотрудничества с ВОЗ может стать одним из региональных центров оказания медицинских услуг. Сегодня президент Ильхамалиев принял также вице-премьера министра обороны Латвийской республики Артиса Пабрикса. На встрече было выражено удовлетворение развитием связи между Азербайджаном и Латвией. Отмечено значение взаимных визитов на высоком уровне. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и транспортной сферах. В ходе беседы были затронуты связи между Азербайджаном и НАТО. Упомянутый визит президента Ильхамалиева в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в прошлом году, его встреча с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и выступлением на заседании Североатлантического совета. Подчеркнуто участие Азербайджана в миссии НАТО решительная поддержка в Афганистане. На встрече также было отмечено успешное развитие связи Азербайджана с Европейским Союзом. С этой точки зрения подчеркнуто значение проведенного в прошлом году саммита Восточного партнерства Европейского Союза. Гость передал главе государства поздравления по случаю победы во Второй армяно-азербайджанской войне. Делегация во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным в Аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога-академика Зарифы Алиевой. На застоявшейся затем встрече в Абширонском районе отмечалось успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах. Подчеркивало, что наша страна долгие годы полотворно сотрудничает с различными российскими субъектами, в том числе с Астраханской областью. Стороны обсудили деятельность Астраханского делового центра в Баку и построенного при поддержке фонда Гейдара Алиева Азербайджанского делового центра в Астрахани. Затем состоялось знакомство гостей с районом. Они также посетили мемориальный комплекс «Мать», воздвигнутый в память об Абширонцах, погибших в Великой Отечественной войне. В Баку состоялось 20-е юбилейное заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией. В нем приняли участие делегации во главе с сопредседателями комиссии, вице-премьерами Азербайджана и России Шахином Мустафаевым и Алексеем Аверчуком. На мероприятии побывал и наш корреспондент Ровщан Ильясов. На заседании были обсуждены вопросы повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и многих других сферах. Было подчеркнуто, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией имеют весьма положительную динамику. В минувшем году товарооборот между странами вырос более чем на 12% и достиг 3 миллиардов долларов. Эта положительная тенденция продолжилась также и в первом квартале текущего года. Взаимный товарооборот увеличился примерно на 8%. Покупленные российские инвестиции экономики Азербайджана составляют 6,3 миллиарда долларов. Азербайджан вложил в российскую экономику около 1,2 миллиарда долларов США. Российский бизнес широко представлен во многих отраслях азербайджанской экономики. В Азербайджане действует порядка 1130 предприятий с российским капиталом. Стороны также рассмотрели возможность участия российских компаний в проектах, реализуемых в промышленных парках Азербайджана. Было подчеркнуто, что российской стороной подано заявок на реализацию 17 проектов на освобожденных территориях. Россия традиционно занимает уверенную позицию в тройке лидеров торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году, по нашим данным, мы увеличили объем взаимной торговли на 16,1%, где-то до 3,4 миллиарда долларов мы достигли. За январь-февраль 2022 года уже констатируем динамику товара оборота, рост на 10,2%. По итогам заседания вице-премьеры двух стран подписали протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. Также был ряд и других значимых документов. Руфшан Ильясов, Урфан Алиев, Новости АС-ТВ. В Мили-Меджлисе был представлен отчет о деятельности счетной палаты в 2021 году. Председатель счетной палаты Вигар Гюльмамедов отметил, что одной из задач в текущем году является поддержка работ по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий. Было отмечено, что будет проводиться аудит средств, потраченных на восстановление освобожденных территорий. На заседании также подчеркивалось значение состоявшегося в Шуше съезда Победы. Председатель Мили-Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что этот съезд еще раз продемонстрировал лидерство Азербайджана на Южном Кавказе. Сегодня Азербайджан как центр силы, определяющий геополитическую и геоэкономическую картину региона, привлекает внимание всего мира. Первый день весенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы запомнился непонятным поведением армянских депутатов. Стало известно, что Армения не намерена отказываться от своих провокационных действий. Подробнее в видеоматериале из Страсбурга. Лживые претензии армян были опровергнуты аргументированными выступлениями членов азербайджанской делегации. Наши депутаты заявили, что проводя лживую пропаганду, армянские парламентарии препятствуют установлению мира между сторонами. До внимания членов ПАСС еще раз было доведено, что заминировав оккупированные азербайджанские территории, Армения, а не Азербайджан, угрожает жизни мирных людей. Почему армянские депутаты не говорят об одном миллионе азербайджанских беженцев? Они все еще не могут вернуться в свои дома, потому что оккупированные земли были заминированы. Буквально вчера один азербайджанец погиб от этих мин. Я подготовил выступление по мирному процессу. В Брюсселе глава Азербайджана и Армении при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля договорились о начале мирного процесса. Я хотел поговорить об этом, потому что новые реалии дают нам золотой шанс достичь мира. Когда еще 20 лет назад мы поднимали в ассамблее эти вопросы, мы имели в виду не только себя, трагедию оккупации и знания. Мы открыто заявили, что если вовремя не принять меры, то беда настигнет и вас. Один миллион беженцев и вынужденных переселенцев превратится в десятки миллионов. К сожалению, крупными организациями, а также Советом Европы, своевременно не были предприняты необходимые решительные шаги. Если Армения хочет мира, есть очень простой способ продемонстрировать это. Прекратить прямую косвенную поддержку сессионных и сепаратистских группировок на территории Азербайджана. В связи с этим мы ожидаем от вас открытого заявления. Мы, Азербайджан, готовы к миру. Мой вопрос о армянской стороне. Вы готовы к этому? Время решать. И в этот раз Европа в этом вопросе во имя своего будущего должна быть более активной. Не сумев получить от члена парламентской ассамблеи желаемого отклика на свои предвзятые взгляды, армянские депутаты покинули обсуждение. Европейские парламентарии подчеркнули необходимость мирного процесса между сторонами. Пришло время говорить о мире, а не о конфликте. В итоге в коммунике по трехсторонним встречам между Азербайджаном и Арменией, инициированных президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, отсутствуют слова «Нагорный Карабах» и «Конфликт». Это естественно, потому что конфликта нет. Конфликт урегулирован. По итогам встречи в Брюсселе достигнута договоренность о делимитации границ и создании рабочих групп по мирному соглашению. Армения также принимает реалии постконфликтного периода. Однако Армения должна доказать свою серьезность за словом переговоров. В то время, когда официальный Ереван позитивно относится к предложениям Азербайджана, поведение армянских депутатов, полностью противоречащих этому, вызвало удивление членов ПАСЭ. Эза Рагаев, Ксения Анисимова, Европейское бюро азербайджанского телевидения, Страсбург, Франция. В Армении продолжаются протесты против правительства. Последние дни в результате инцидентов между протестующими и полицейскими было задержано более 30 человек. Большинство арестованных – студенты. Последние двое суток в Армении стали интенсивной акцией неповиновения с требованием отставки правительства. Сообщается, что несмотря на специальные полицейские посты, установленные на въездах и выездах в Ереван, в число протестующих присоединилось множество людей. Заместитель председателя парламента Армении, один из активистов партии Дашнак-Тюцун Ишхан Сагатэлян, призвал население, в особенности студентов, присоединиться к акции протеста против правительства. По информации армянских СМИ, студенты ряда университета в Ереване присоединились к этому призыву. Отмечалось, что даже некоторые военнослужащие-контрактники поддерживают Дашнаков в антиправительственных протестах. По словам протестующих, «Теперь мы должны захватить власть и арестовать Никола и всех членов его команды, так же, как сторонники Никола пришли к власти на этой площади четыре года назад». Лозунги «Никол предатель Армения без Никола», скандированные протестующими, теперь слышны повсюду на центральных площадях Еревана. Остерегаясь худшего сценария развития событий, правительство приняло решение усилить безопасность в столице с привлечением в Ереван дополнительно полицейских сил из Гюмри, Геомерли, Беякара, Кельсяя, Георуса, Кафана и других городов. Полностью ограничено движение транспорта на всех центральных улицах и проспектах города в ночные часы. Силы спецназначения и военнослужащие внутренних войск встали на пути протестующих. Попытка перейти полицейский кордон и селкой зационируемых себя как движение сопротивления стала причиной столкновений. Сообщается о пострадавших с обеих сторон. Среди арестованных член парламента и партии Дашнак Цюцун, Гегам Манукян, а также студенты Ереванского государственного университета. На другой улице Еревана, на Северном проспекте, известном как Аэрофортовская дорога, бывший начальник службы национальной безопасности, а ныне руководитель блока Армении в парламенте Артур Ванэйтян, вместе со сторонниками перекрыли магистраль. Затем участники протеста совершили шествие к центру города с кондюрой лозунги «Никол, убирайся! Никол, предатель!». Между тем, вопрос загрязнения Армении реки Охчучай был поднят на состоявшемся в Японии четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном форуме. По информации Министерства экологии и природных ресурсов, Азербайджан присоединился к мероприятию в онлайн-формате. Была подчеркнута необходимость сотрудничества с соседними странами, а также международными организациями в вопросах управления транскраничными реками. Отмечалось, что река Охчучай чрезмерно загрязняется отходами горнодобывающей промышленности Армении. Международные структуры и участников форума призвали оказать поддержку в предотвращении загрязнения реки. Следует отметить, что 4-й Азиатско-Тихоокеанский водный форум, посвященный совершенствованию управления водными ресурсами, прошел в гибридном формате в японском городе Кумамото. В скором времени может исчезнуть популяция каштана, который является основным ингредиентом, создающим вкус многих азербайджанских блюд и в особенности плова, считающегося коронным в национальной кухне нашей страны. В Азербайджане каштан в основном произрастает только в лесах у подножия гор Большого Кавказа. В последние годы почему-то каштановые деревья массово гибнут. Причину этого нелицеприятного явления попытался выяснить наш корреспондент Али Самедов. Мы находимся на территории села Пашавалат, Шекинского района. По Топониму понятно, что здесь в свое время были огромные каштановые рощи. Акцент на слово «были», потому что сегодня с прискорблением можно ответить, что эти каштановые рощи начали высыхать. Ученые, наши ученые изучают, какая болезнь, причина к всему этому. Некогда в Шекинском, Закатальском, Огусском и Габалинском районах можно было встретить обширные каштановые сады. К сожалению, сегодня мало где можно найти дающий хороший урожай каштановые сады, так как в них участились случаи гибели каштановых деревьев. Это прекрасное каштановое дерево столетиями находится в селе Шабалыт. Часть этого дерева высохла, часть борется с заразной болезнью. Жаль, что нельзя это сказать о молодых саженцах, которым 5, 10, 20 лет. Они высыхают в корню. Этому каштановому дереву более 100 лет, и сельские жители на протяжении долгого периода пользовались его плодами. Каштановое дерево относится к фруктовым сортам. Раньше с болезнью каштанового дерева боролись при помощи средств авиаопыления. Учёные же рекомендуют сжечь такое дерево, чтобы его болезнь не перекинулась на другие. В данном случае бороться с болезнью авиаопылением нецелесообразно, поскольку каштановые деревья находятся в густонаселённых районах. Опыление таким образом может привести к серьёзным последствиям. Что до показателей того, что у дерева есть болезнь, то это можно определить по высохшим листьям, тёмным пятнам на них и торфяному налёту. Методом фитосанитарной борьбы с болезнью является механическое, то есть уничтожение методом отбора и сжигания больных листьев и веток дерева, а затем применение химических средств борьбы на оставшиеся здоровые части дерева. Также надо обратить внимание на то, насколько эта болезнь распространилась по дереву. Если высохших частей много, то дерево должно быть срублено и уничтожено. Но воспользоваться рекомендацией специалистов нелёгкое дело, так как существует запрет Министерства экологии и природных ресурсов на вырубание каштановых деревьев. И поэтому борьба с заражёнными болезнью каштановыми деревьями не ведётся. Так как же найти выход из этой ситуации? Как видите, на этой молодой ветке есть развитие, но вскоре она тоже будет заражена болезнью. Её развитие остановится. Для увеличения количества деревьев необходимо сажать молодые саженцы каштанов вдали от старых и больных деревьев, чтобы эта болезнь не распространялась ветром. Некогда аналогичная болезнь охватила каштановые деревья и в Грузии. В настоящее время наши соседи достигли наглядных результатов в борьбе с этим заболеванием. Поэтому нам следует воспользоваться методами борьбы грузинских садоводов. Каштановое дерево начинает давать плоды в возрасте 20-25 лет, а продолжительность его жизни 100-150 лет и больше. Можно встретить и тысячелетние деревья. Если мы уже сегодня не начнём спасать каштановые деревья и выращивать его молодые поросли, то очень скоро многие блюда нашей национальной кухни будут обделены вкусом каштана. Ведь наша национальная кухня является также и нашей культурой. Алиса Амедов, Кемали Азизгазы, Новости АСТВ. На этом наш выпуск подошёл к концу. С вами была Ксения Анисимова. А эфира Зеложенского телевидения продолжит передача «Беля, беля и шляр». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова